Теперь послушайте, что говорит главный врач одной из больниц Оренбургской области. Дмитрий Вячеславович Нефёдов. Я получаю от государства порядка 20 миллионов рублей в год. У меня план заказ. Страшно, наверное, звучит, да, но у меня план заказ. 20 миллионов рублей в год на то, что я сделала аборты. Ну, я делаю порядка 5 тысяч абортов в год. Как можно без вселенского возмущения вообще воспринимать что-либо, что идет оттуда, ведь все, что шло оттуда, всегда принималось с нами в штыки. Итак, две главные цели. Первое – это устойчивый рост численности населения. Второе – это увеличение продолжительности жизни. Вот два показателя. Антон Олегович, мне не хочется думать, что в Росстате у вас есть недруги. Но буквально за несколько дней до вашего отчета Росстат публиковал данные об убыли нашего населения с начала года минус 189 тысяч. И самые низкие с начала 21 века показатели рождаемости. В сутки 3204 ребенка. Такого никогда не было, повторяю, с начала 21 века. Вот если такими темпами мы будем рождаться и умирать, то минус 600 тысяч в 2023 год, минус 600 тысяч имели в прошлом году, 21 год – минус миллион. Поэтому показатель первый – устойчивый рост численности населения, прирост. С этим показателем национальный проект «Демография» не справляется. То есть, по сути дела, это приговор проекту, а не итоги его деятельности. Аборт или рожать? Аборт. Аборт или рожать? Это выбор каждого. Аборт или рожать? Рожать. Аборт – это большой грех. Мои религии, в общем, это большой грех. Ислам. Аборт или рожать? Аборт. Я против детей. Аборт или рожать? В смысле? С таким огромным животом не делают аборт. Даже без вариантов. Аборт. Дети в святой жизни на могиле твоих родителей. Я думаю, что все-таки рожать. Ребенок – это, знаете, от Бога. Аборт. Аборт. По желанию. Смотрев какой ситуации. Предохраняться. Аборт. Выбор каждый. Кошмар – аборт. Аборт. Это выбор каждой женщины. Не для меня разговор, я не люблю детей. Не беременеть. Смотря что хочется, если я с комментариев. Аборт. Рожать. Наверное, рожать. 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 Для Руси не страшна никакая сила в мире. Путь у нее только согласие и единство. Русь представляет в своем единстве такое могущество, что нечего ей опасаться с какой бы то ни было стороны. Но во дворись в ее недрах раскол, разделись она на мелкие части, и самый слабый враг может легко покорить ее. Русь может быть уничтожена только Русью. 1908 год. Вдумайтесь, какие пророческие слова. Если русские, как нация, которая по сути своей является государство образующей, если русские не начнут рожать детей, по сути через 50-100 лет русские будут, наверное, уже умирающим народом. Что невыгодно нам, представителям остальных народов, которые у нас есть в России. Там был военнослужащий, и он говорит, ты представляешь, блин, эти вот наверху, сколько ребят положили. Я говорю, родной мой человек, ты знаешь, Спасиловна, убито в абортариях детей. По официальной статистике 1 миллион 230 тысяч человек. Ты сопоставь. То есть армия России вся целиком была убита за 4 месяца. Исчезновение народа – это катастрофа. А кто-то из французских философов 18 века, дореволюционного во Франции, говорил, что лучшим показателем действенности власти в стране является умножение населения. Я тут узнал, что оказывается, в военные годы у нас естественная убыль все равно не обгоняла рождаемость. Вот когда у нас была самая страшная Великая Отечественная война в советское время, понимаете? В Кемерово главный врач Кузбасской клинической больницы скорой помощи Михаил Ликстанов говорит, что в сутки рожают одна-две женщины, а в роддоме работают 260 человек. При малом количестве родов практика у врача падает, и риск осложнений гораздо выше. Содержать такую махину ради малого количества родов было нерентабельно. Это логично. 31 мая главврач ГКБ номер 25 Новосибирска Сергей Остраков объявил о закрытии роддома в августе этого года. Причина та же – нерентабельно содержать большое количество персонала для двух-трех роженец в сутки. Я недавно прочитал, правда, несовершие книги. А вы в курсе, что наша страна занимает первое место по количествам абортов? И мы платим из налогов. Это страшный грех – убийство ребенка. Это страшнейший грех. Миллион двести ежегодно. То есть вы понимаете, что регулирование демографии в нашей стране – это одна из важнейших задач тех, кто хочет сокращения славянского назеления. Ну, это же так. А теперь сопоставьте. 50 миллионов абортов 1991 года на количество мигрантов, приехавших к нам из других стран со своими детьми, родственниками и так далее. Что это будет за страна через какое-то время? Чья это будет страна? Сколько у нас миллионов инородных элементов завезли? Миллионов 15 нам завезли азиаты. Я не говорю, что все азиаты – плохие люди. Отнюдь. Я не говорю, что все они исламисты и что они здесь совершенно не нужны. Но бесконтрольный завоз огромного количества людей, которые не нужны даже в значительной степени. Даже для того труда, на который они завезены, они не нужны. Значительная их часть. Это размывание фактически этнической основы России. Это огромная и страшная угроза, особенно во время смуты. Когда люди, абсолютно не воспринимающие данную среду и данный народ в качестве своего, вдруг окажутся без куска хлеба. Что они начнут делать? А как мы можем еще объяснить вот такую простую и, на мой взгляд, очень страшную вещь? Вот что пишет некто Лео Барка. Менее года тому назад 12-летняя Лола Девьет была изнасилована, убита и засунута в чемодан эмигранткой из Алжира. Но из-за этого во Франции не было бунтов и массовых протестов в городах. Негодование не выразили политики, никто ее не упомянул. То есть убийство маленькой девочки, француженки, белокожей, не вызвало никакой реакции. И стоило только быть убитому 17-летнему североафриканцу, который не подчинился полиции и оказал сопротивление, что началось в стране, во всей стране, ограбление магазинов, разбитые витрины, перевернутые сожженные машины, раненые полицейские. Но это же вызывает вопрос, почему жизнь маленькой француженки ничего не значит и не стоит по сравнению с жизнью оказавшего сопротивление молодого человека. Тем более, что у них здесь есть сейчас все для этого. У них есть и свои закрытые спортивные клубы, где уже подготовлены, будем прямо говорить, банды боевиков, вооруженные. У них есть свои авторитеты, у них есть свои диаспоры, они уже полностью готовы делать то же самое, на самом деле, что сейчас делают иммигранты в Париже. Никому не приходит в голову посмотреть правде в глаза. А правда заключается в том, что вы трусость свою и беспомощность называете толерантностью и мультикультурализмом. Вот к чему это приводит, смотрите. Субтитры делал DimaTorzok А в случае смуты, подчеркиваю, это будет такая бочка с порохом, которая фитиль, который долго гореть не будет, он взорвется очень быстро. Давайте помогать детям, помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают. Это детям, детям Донбасса, которые нуждаются в больницах, в лекарствах, в холодильниках, в генераторах и во многом другом. Вы можете это привезти к нам на склад, нам в офис. Вы можете перечислить деньги. Сегодня важно не пройти мимо наших детей. Это наши дети. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...